здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала я начинаю снимать серию номер 2 по моей подушке от панный ветер кстати данную работу я вышиваю вместе с девочками в совместном проекте подушка mania ссылки я оставлю под моим видео в инфобоксе если кому-то интересно заходите смотрите что вышивают девочки может быть кто-то захочет присоединиться и так я показывал в прошлом видео что я вышила вот по эту линию и это было для меня буквально несколько секунд назад я только сейчас перекрутила основу и меня сейчас ждет небольшая подготовка нужно будет разлинеет канву да и обязательно линею канву потому что я сбиваюсь вот у меня не знаю такой глазомер я не могу вышивать по цветам по всей работе я не могу вышивать без разметки да и могу вышивать без разметки но для меня это дольше я могу где-то сбиться и все пиши пропало поэтому обязательно разметка и будем будем идти уже к завершению так хочется поскорей знать от этого момента отнести работу ванную постирать погладить вот давно мне не было готовой работы хотя ну как давно в прошлом месяце была работа а вот хочется еще и в этом по ниточкам ниточки у меня конечно все лохматенькие уже но не так очень много прям очень много и мне кажется много останется я даже и не переживаю вышиваю в общем-то спокойно не экономлю вот так ну что пойду вышивать и увидимся с вами в следующем фрагменте я к вам с новым включением с моими новостями новостей к сожалению немного за последние вот пять дней моей вышивальной я вышила всего лишь вот такой кусочек здесь примерно тысячу крестиков хотелось бы конечно побольше продвижения но два дня я не вышивала у нас была командировка поэтому они выпили эти дни выпали из моей вышивальной жизни ну и в целом когда я вернулась в общем-то к вышивке и в частности приступила к данному участку здесь как-то у меня все пошло медленно грустно так как цветов здесь много намешано объекта никакого не видно то есть здесь какой-то фон какой-то шар будет что-то будет такое и когда на вышивке не видно каких-то деталей начинаешь унывать скорость падает и у меня были мысли переключиться на другой процесс но в такие моменты я что делаю я стою за стола иду делаю себе чай бутерброд или могу сделать какую-то домашнюю работу то есть я отвлекаюсь мысленно от процесса глаза отдыхают от схемы потом я возвращаюсь сажусь рассматриваю внимательно схему выбираю для себя какой-то такой приемлемый участок цвет который я буду вышивать и уже продолжаю вышивку как бы с новым настроением вот такой я себе устраиваю зарядку-разрядку чтобы не отвлекаться от процесса потому что мне осталось здесь уже совсем чуть-чуть вот данная точка это самый верхний будет самая верхняя точка по вышивке дальше круг будет так вот закрываться и в принципе здесь немного немного уже осталось нужно держать себя так сказать в руках в рамках и продолжать вышивать все получается очень красиво здесь ждет меня самое интересное голова юноши хочется посмотреть как это получится но на данном участке мне осталось выполнить уже бэкстич и в принципе двигаемся дальше поэтому увидимся с вами в следующем включении я надеюсь мне удастся хорошо повышевать и побольше показать вам моих новостей и я я тут вышиваю вышиваю мою работу и ловлю себе на мысли о том что я не снимаю промежуточные отчеты мне все время казалось что я вышила очень мало и мне еще нечего вам показать нужно вышить еще чуть-чуть еще одну две ниточки и вот посмотрите практически работа уже готова осталось вот вот это небольшое пятнышко и у меня будет финиш ну я решила на этом этапе заснять показать вам мои вот эти продвижения очень даже хорошие самым сложным здесь для меня элементом является вот этот шарфик у парня который я еще не до вышивала здесь идет большое смешение цветов и он вышивается ну для меня как-то скучно на нем я немножко приуныла но как только переключилась на красное-красное солнце я так понимаю это солнце и здесь тоже много цветов но они яркие меняются не очень часто можно повышевать хорошо отшить одну-две ниточки потом поменять оттенок и меня это увлекло а здесь идет вообще один цвет вот темно-синий поэтому там вышивается очень быстро берешь ниточку и вперед и как вы видите очень плодотворно у меня прошла работа осталось у меня кстати самое самое интересное я даже не планировала что у меня вот на конец работы я оставлю лицо парня но так само собой получилось что да вот здесь будет голова парня и немножко нужно будет заполнить красным цветом солнце немножко скучно тоже вышиваются кудряшки и потому что здесь тоже очень много цветов ну вот наверно поэтому еще я и тяну этот процесс оставляю на потом почти везде я выполнила бэкстич где это было возможно но вот верху еще я не до вышивала бэкстич ну а так в общем то уже вот скоро скоро буду радовать себя и буду радовать вас своей готовой работой ну что сегодня воскресенье 17 июня и я готова с радостью представить вам мою готовую завершенную работу которую я вышивала на протяжении всего месяца не отрываясь практически но начата эта работа была год назад в таком движении как апрель месяц стартов когда мы начинали разные проекты вышивали по несколько дней кто-то один день я несколько дней и переходили к следующему проекту поэтому процесс был начат и отложен практически на год я долго не могла к нему вернуться но вот приступила и как только я приступила к этому процессу знаете я оторваться не смогла настолько легко настолько радостно настолько приятно вышивается весь этот дизайн он просто у меня летел на каком-то внутреннем порыве ну ветер наверное поэтому и работа летела очень хочется надеяться что и следующие процессы также будут очень плодотворно продвигаться вот бэкстича здесь очень-очень много я вчера потратила примерно часа два с половиной чтобы зашить вот этот элемент бэкстича но особенно вот на кудряшках сейчас я покажу вам поближе вот особенно на кудряшках здесь очень много бэкстича бэкстич здесь на самом деле очень легкий и он не напрягает как в каких-то работах особенно в дизайнах анкор когда вот нужно просто проводить медитацию чтобы наконец-то сесть и вышить бэкстич здесь он вышивается по ходу с настроением да и его много но он весь по счетные по клеточкам он такой зубчиками даже в некоторых местах только есть диагональкой идет бэкстич а остальное весь четко-четко по клеточкам ну такой интересный своего рода такая стилистика вот глаз единственная у молодого человека я вышила в две ниточки чтобы было поярче всегда очень интересно вышивать лицо вышивается множеством оттенков и порой теряешься что же ты вышиваешь и я здесь особенно старалась аккуратно вышивать чтобы не пропустить ни одного крестика потому что когда прокладываются линии бэкстича все оттенки становятся на свое место на свои места и нельзя нельзя ни в коем случае какой-то крестик перепутать и вот даже вот это вот темненькое место когда вышиваешь кажется ну непонятно да что там а вот сейчас на камеру особенно очень четко и понятно что это ухо красивый шарф развивается вот так уходит длинный шеи этого парня такого греческого юноши мне очень нравится вот этот золотой рог очень получился он реалистично действительно как золотой и вот эти вот завитки ветра которые наполняют жизнью мельницу запускают ее в работу и конечно же дают силу кораблику особенно вот раньше кораблики без ветра ну просто невозможно было путешествие дальше что же здесь мы видим ну волны конечно же волны морские какие-то поля луга ну и яркая яркая вот такое красное красивое солнце сочные все цвета ниточки я влюбилась в эту серию давно но вот заново влюбилась после отшива потому что вышивается легко красивый результат получается интересно стильно что сказать девочки я рекомендую эти наборы по моему снимаются с производства если вы их найдете приобретите обязательно вы не пожалеете они недорогие но видите какие красивые интересные 14 канве вышивается очень легко даже для тех у кого со зрением есть какие-то проблемы повторюсь покажу обложку много раз я ее вам показывала отличие в цветах может быть не очень удачно сейчас видно я не знаю как покажет потом камера но я особенно концентрировала внимание вот на этом элементе что получается намного темней кстати я фотографировала мою работу для инстаграма и вот когда делаешь фильтр два раза получается вот четко вот такой вот итог и ну и понятно что эту картинку обработали перед тем как печатать мне это не понравилось при вышивке я хотела то что будет у нас напечатано но в целом итог знаете мне может быть даже нравится и больше просто когда вышиваешь ориентируешься все-таки на обложку когда получается что-то другое начинаешь беспокоиться но вот сейчас глядя на картинку и на готовый результат мне нравится больше готовый результат тело более естественное цвета яркие насыщенные солнце такое яркое синий цвет красивый ну в общем все очень здорово и прекрасно что хочу сказать еще по материалам по наполняющим этого набора ну покажу вам мой органайзер для игл я делаю его сама у нас в товарах приходят такие такой мягкий как поролон большими листами и я им запаслась очень так хорошо нарезаю такими длинными полосками приклеиваю просто бумажечку от органайзера пака и получается вот такой хороший органайзер для иголочек очень удобно парковать иглы видны номерочки можно рисовать значочки кому как удобно вот мне такая идея понравилась просто дешево не нужно ничего скапливать в запасах отработал этот органайзер его можно выбросить покажу нитки ниток осталось очень очень много знаете я на каком этапе на каком-то я испугалась и подумала что может быть работу нужно было вышивать в 3 нитки а я вышиваю в 2 и вот такая вот ошибка я пересмотрела еще раз ключ перечитала все внимательно и нет все правильно я вышивала в 2 ниточки вышивается работа ну вот посмотрите какой большой запас особенно основных цветов которые используются в вышивке это 20, 21, 19 ну черный понятно вот всех осталось очень очень много то здесь еще даже на пол работы запросто хватит вот просто даже в легкую молодцы мне нравится что ниток много запас большой ниточки гамма но ниточки очень очень хорошие я не могу о них что-то плохое сказать нарезка конечно коротковата для меня но я брала по 2 ниточки складывала закрепляла на изнанке под крестиками под стежками и спокойненько вышивала очень хорошая длина получается красота вот ниток осталось видите целый целый большой большой пучок я сохраню эту планшетку сохраню также схему жалко я ее не откопировала и зарисовывала ну в принципе светлым маркером и все видно можно будет разобраться а сохраню на тот случай а вдруг я захочу вышить кому-то на подарок потому что работа легкая очень яркая красивая я показала мужу смотри какие я подушки начала вышивать он что подушка говорит ни в коем случае только-только должна быть картина вот такой у меня результат и я конечно же после того как завершила процесс сразу нашла его в моем длинном списке и сразу же вычеркнула вот немножко спуталась с другим набором от панны от радости увидела панна давай зачеркивать но потом справилась и зачеркнула подушку пересмотрела я мои начатые процессы оказывается у меня их еще так много так много мне еще шить и шить да надо иногда просматривать записи чтобы так сказать к реальности приближаться и может быть не так активно заниматься только начинанием и организацией процессов а больше уделять времени непосредственно отшиву работ ну вот вышивка у меня это завершилась я этому очень рада и на волне этого успеха я хочу продолжить работать над этой серией ну а подробности будут в следующем видео на этом я желаю вам хорошего настроения успехов в творчестве ну и конечно же до новых встреч пока-пока до новых встреч Субтитры подогнал «Симон»